Приветствую вас, если бы вы как следует задумались над смыслом того, что пишете, если бы вы как следует задумались над смыслом того, что написали, то вы бы поняли, что хорошей женой быть нельзя, потому что хорошая жена, хороший человек, это очень оценочные суждения, а они оценочные суждения ведут к тому, что сам человек не принимается, ну, не принимается таким, какой он есть. Вот это некая такая, словно говоря, детская позиция, что есть хорошая жена, есть плохая жена. То есть тут какая-то оценка, объективная оценка. Якобы объективная оценка. Хотя на самом деле ни о какой объективной, именно объективной оценке речи не идет, потому что объективной оценки не бывает. Человек всегда с объективной. Значит, это первое. Если вы посмотрите на это, то вы увидите, что нельзя быть хорошей женой, нельзя быть плохой женой. Можно быть просто человеком. Но, нельзя быть плохим человеком. Понимаете? Какая штука. То, что вы задали этот вопрос, ну, тот факт, что вы задали этот вопрос, свидетельствует, скорее всего, о том, что есть некто, кто убеждает вас в том, что вы жена плохая. Это свидетельствует о том, что вы, к сожалению, в себе не уверены. Если вы в принципе не можете быть хорошей женой. Потому что хорошая жена, как хороший человек, это та или те, кто знает себе цену. Кто они. Кто представляет себе себя, свои ценности, свои желания. Кто уважает себя. Кто ориентирован на себя. Когда же вы спрашиваете, как стать хорошей женой, в этот момент вы ориентируетесь уже на кого-то другого. Но точно не на себя. И ориентируетесь не на себя. Волей-неволей. Себя вы предаете. Потому что нельзя, нельзя себя не предать. Насчет ориентируясь на других людей. А вы, как я сказал, ориентируетесь именно на других. То есть на себя, именно на себя, ориентирования у вас нет. Итак, еще раз. Хорошая жена, это та, которая любит себя. Которая, которая принимает себя. Которая ценит себя. Которая уважает себя. И которая не стремится быть хорошей женой. Но которая стремится быть собой. А вы можете сказать, что хотите, может быть, или стремитесь быть собой? Можете вы с уверенностью так сказать? Мне почему-то кажется, что нет. А подумайте о том, кто определяет в вашей жизни хорошая выжина или плохая. Подумайте, кто определяет в вашей жизни вот эту, скажем так, полярность, поляризованность восприятия. Кто определяет? Кто определяет? Я уверен, что если копнуть, если копнуть немножко глубже, то выяснится, что определяется это кем угодно. Но только не вам. Я уверен, что если копнуть глубже, то выяснится, что определяете это не вы, а те, кто по какой-то причине считают, что они правы это делать. Ну, если отвечать на ваш вопрос совсем уж буквально, в смысле, то, ну, надо бы, наверное, сначала понять, на кого вы ориентируетесь. Вот. На кого вы ориентируете в своем желании быть хорошим? Вот я полагаю, что... Примерно так можно поставить вопрос. Я так полагаю... полагаю. Я очень надеюсь, что вы для себя сделаете выводы в этом направлении. И, коли уж так случилось, что в себе вы не уверены, ну, коли так вышло, так вот сложилось, что вы в себе не уверены, что, ну, хотя бы, чтобы вы с этим работали, ибо с этим можно работать, с этим нужно работать. Иначе вы не будете счастливы никогда, вас все время будут направлять какие-то люди, и зачастую они не будут думать за вас. То есть зачастую эти люди, они будут думать только о себе. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. В принципе, я надеюсь, и так основная моя мысль вам ясна была. Ну, исходя из того, что я сказал. Вот. А пути у вас, по сути, два пути. Ага. Первый путь, это... Вы можете продолжать двигаться в том направлении, в каком вы двигаетесь сейчас. И второй путь, это вы можете изменить свои жизненные, например, ориентиры. Вот, и выбрать для себя совсем иную позицию, позицию, ориентированную в первую очередь на вас, а не на кого-то другого. Ну, все-таки вы уже как бы не маленькая девочка, да, чтобы использовать критерии «хорошо» и «плохо» в... ну, в твоем лексиконе. Вот. По крайней мере, я очень надеюсь, что это так. Если вам понадобится помощь в обретении уверенности, в работе со страхами и в чем-то еще, обращайтесь. Мы будем рады вам помочь. И я буду рад вам помочь, если вы... ну, если вы захотите обратиться к нам за помощью. Вот. Главное только, чтобы вы... чтобы вы хотели этого. Главное, чтобы вы этого хотели. И помните, что нет каких-то единых стандартов... эм... хорошего... хорошего... единых стандартов... плохого... этого ничего нет. Весь этот путь, путь становления, каждый проходит сам. Каждый проходит своим путем. И... как он пройдет... в этот путь... ну, ну, зависит только от... него самого. Ни от кого больше... это... к сожалению... а... на мой взгляд... и... к счастью... не зависит. Вот я вам рекомендую перестать... эм... ввергать себя... эм... в постоянное чувство невроза... в постоянную неудовлетворенность... эм... такими вот... такими... понятиями, как... хорошо... там... плохо... хорошая я жена... плохая я жена... и так далее. Вот. Я рекомендую вам... все-таки... несколько... эго-центрированно... смотреть... на... данную... данную ситуацию. Конечно, вы выбрали себе мужчину... эм... эм... вы выбрали себе мужа... который требует от вас этого... и... у этого также должны быть причины... почему... почему вы... выбрали... эм... себе... такого... мужа... такого... человека... в... в... партнеры... вот... то есть это... у этого... ну... тоже... должно быть объяснение... я надеюсь, что оно есть... вот... если вы его... ну... к примеру... сейчас... то... ничего страшного... опять же... мы... мы... можем... помочь... мы поможем... обращать... за... помощью... вот... если у вас остались... вопросы... дополнительные... дополнительные... вы можете задать мне их... в личку... я буду рад... вам помочь... ответить... если... вам... понравился... мой ответ... буду... благодарен вам... за его оценку... как лучше... буду благодарен... если сделаете его лучшим... вот... я... я вам желаю... пересмотреть свою позицию... и желаю... обрести наконец... уверенность... в себе... возможно... ту... самую... которой... вам... не хватает... для... того... чтобы... чувствовать себя... как-то... у меня... хорошо и комфортно, вот. Мне нужно думать и надеяться, что вы сможете стать счастливой, если будете ориентироваться на других людей. Это невозможно, в принципе. Удачи вам и всего самого доброго!